в Эстонии. Это был 2018 год. На тот момент крипторегулирование вообще в мире существовало только в нескольких юрисдикциях. И самая основная тогда была Соединенные Штаты. Невероятно что-то получить, пять лет ты будешь там страдать, ходить, там почти пять миллионов долларов на открытие только компании со всем комплайнсом. Тяжело и почти нереально, учитывая, что даже американской визы нет, чтобы туда съездить и это сделать. То есть ты смотришь что-то на этой части планеты. И самое простое, что было тогда, это была Эстония. С понятным открытым законодательством, без налогообложения, с простым стартом и легким открытием. Как ты говоришь, сначала привлекаешь, а потом то же самое. Как я говорю. Ты же тогда говорила на интервью с Моргеном. Мы открыли компанию, все было очень просто в первый год. Потом комплайнс, сама политика вот этого департамента начала ужесточаться. Ужесточаться до такого масштаба, что уже к моменту, когда мы собирались закрывать Бестокс, все было настолько сложно, что условия были для криптокомпаний тогда сродни условиям банковским. То есть 5 миллионов уставной капитала для криптокомпаний. Это невероятно тяжело, особенно для стартапов. Поставить 5 миллионов уставной капитал, который ты можешь тратить только в самой Эстонии, это невероятно сложно для любого бизнеса.